И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс и сегодня на обзоре материнская плата MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. В сочетании с двумя восьмиконтактными разъемами питания и эксклюзивной технологией Core Boost цифровой стабилизатор напряжения Duet Rail с 16 фазами, выделенными специально под процессорное ядро, позволяет материнской плате легко удовлетворить потребности даже флагманских чипов. Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора, создавая идеальные условия для его работы под высокими нагрузками. Полностью цифровая система питания – необходимое условие для хорошего разгона, ведь она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора. Функция калибровки цепей питания Load Line Calibration отвечает за то, чтобы подаваемое на процессор напряжение всегда находилось в пределах заданного значения. Она необходима для повышения стабильности при разгоне компьютера. Процессоры и другие компоненты защищены от повреждения в случае короткого замыкания. Два восьмиконтактных разъема для полноценного питания современных многоядерных процессоров позволяют обеспечить максимальную надежность под высокими игровыми нагрузками и при экстремальном разгоне. Для усиленного электропитания видеокарты на плате имеется дополнительный шестиконтактный разъем PCI-Express, который обеспечивается непосредственно 24-контактным разъемом и видеокартой. Плата обладает улучшенной поддержкой памяти с помощью оптимальных настроек модулей памяти, активировав XMP-профиль. Используя возможности процессоров 11-го поколения Intel, материнская плата предлагает для подключения твердотельных накопителей высокоскоростной интерфейс Lightning Gen 4M2, пропускная способность которого достигает 64 Гбит в секунду. Добавив к жесткому диску устройство на базе памяти Intel Optane, можно увеличить его производительность до уровня твердотельных накопителей. Накопители Intel Optane отличаются высокой скоростью передачи данных, низкой латентностью и долгим сроком службы. Порт 2.5G Ethernet позволяет передавать данные по проводной сети быстрее, чем при применении широко распространенного оборудования стандарта Gigabit Ethernet. Это отличное решение для требовательных пользователей. Беспроводной модуль Wi-Fi 6E работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит в секунду. Стандарт Wi-Fi 6E обеспечивает увеличенную емкость беспроводной сети в условиях загруженного эфира. В состав модуля также входит периферийный беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2. Используя устройство USB 3.2 Gen 2.2 материнка обеспечивает высокоскоростной обмен данными с тыловым портом USB Type-C, пропускная способность которого составляет 20 Гбит в секунду. Отдельный усилитель поддерживает работу с аудиофильскими наушниками, чей импеданс доходит до 600 Ом. Поддерживается формат 32 бита 384 кГц для повышения качества звука по всем интерфейсам. Цифровой интерфейс SPDIF позволяет передавать аудиосигнал без малейших потерь качества. Аудиопроцессоры, обслуживающие фронтальные и тыловые аудиоинтерфейсы данной материнской платы, защищены от электромагнитных помех, что гарантирует великолепную частоту звучания. Правый и левый каналы звукового тракта разведены в разных слоях печатной платы, чтобы минимизировать помехи. Аудиосистема подавляет щелкающие звуки, которые возникают при подключении кабелей к аудиоразъемам и включении-выключении ПК. Задняя панель включает в себя кнопку для прошивки биоса по одному видеовыходу HDMI и DisplayPort, 4 порта USB 2.0, 5 портов USB 3.2, 1 порт USB 3.2 Type-C, 1 LAN-розетку, 5 портов аудиоподсистемы с аудиовыходом SPDIF и 2 коннектора SMA для внешней Wi-Fi-антенны. Благодаря увеличенному содержанию меди в печатной плате обеспечивается более эффективное рассеивание тепла и стабильность системы в режиме разгона. Шестислойная печатная плата поддерживает стабильную передачу сигнала высокоскоростных интерфейсов. Наиболее скоростные твердотельные накопители могут снижать свою производительность под высокими нагрузками, чтобы избежать перегрева, поэтому им не помешает дополнительное охлаждение. На данной материнской плате оно реализовано в виде радиатора M.2 Shield Frozer и чипсетного кулера Frozer. Плата позволяет регулировать все подключенные к ней системные и процессорные вентиляторы, выдавая пользователю всю необходимую для этого информацию в лаконичном визуальном формате. Чтобы скорость вращения изменялась автоматически, достаточно указать 4 пороговых значения температуры для центрального процессора и материнской платы. Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты. Светодиодные индикаторы, соответствующие всем ключевым компонентам, помогут быстро найти источник проблем, если компьютер работает не так, как должен. Слоты PCI-Express Steel Armor на данной материнской плате имеют дополнительные точки пайки и усилены стальными элементами, что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений. Кроме того, такая конструкция слотов обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Защёлка увеличенного размера облегчает установку и извлечение платы расширения из слота PCI-Express. Предустановленная панель ввода-вывода облегчает установку материнской платы в компьютерный корпус и защищает интерфейсные порты от электростатических разрядов. Вокруг монтажных отверстий материнской платы оставлены зоны, свободные от каких-либо элементов. Это снижает риск повреждений во время её установки в компьютерный корпус. MSI Center – это централизованное приложение, объединяющее в себе множество программных утилит MSI. С их помощью вы получите доступ ко всем возможностям своей материнской платы. Утилита LAN Manager способна автоматически определять тип приложений, которые пользуются сетевым подключением, и предоставлять наибольший приоритет самым важным из них. Программное обеспечение на Химик 3 позволяет погрузиться в атмосферу компьютерной игры ещё глубже за счёт невероятно реалистичных пространственных звуковых эффектов. Обладая простым и интуитивно понятным интерфейсом, это приложение также предоставляет возможности гибкой настройки звучания под различные типы аудиоматериалов – музыка, фильмы, голосовая связь. Я систематизировал отзывы в интернете на данную материнку, их мало, но они есть. Сначала, как всегда, негатив. Слишком близко расположены разъёмы для оперативной памяти к сокету. Бесит SATA угловой. Периодически при запуске отключается клавиатура. Интерфейс собственного ПО нелогичный и недружелюбный. Не включает XMP профиль. Отвёртки в комплекте не магнитные. А вот что пользователям в этой материнке понравилось. Отличное питание. Простой биос. Шикарный дизайн. Радиаторы для всех M.2 накопителей. Мощный радиатор VRM. Wi-Fi 6E на AX210 контроллере и, на удивление, хорошая антенна. Комплектные драйверы на флешке. Нераздражающая подсветка платы. Возможно, вы станете или уже стали владельцем этой материнки. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok